доброе время суток я алякина елена и я сегодня хочу поговорить с вами на тему что такое целительство чем отличается целительство от лечения потому что жизни у каждого человека в любом случае возникают такие процессы когда мы болеем болеем мы или болеют наши близкие знакомые и мы сталкиваемся вот с таким процессом как заболевание так вот когда мы болеем что у нас происходит у нас во-первых происходит очень много изменений изменения происходят на физическом уровне да происходит наши биохимии происходят воспалительные процессы то есть такие зоны локальные где у нас находятся микробы бактерии там еще что-нибудь да какие-то маленькие-маленькие существа которые мешают нам хорошо жить что мы делаем обычно мы употребляем какие-то лекарства обращаемся к врачу но я так полагаю что все-таки обращаемся к врачу не занимаемся самолечением чтобы не пить то чего не нужно и с помощью каких-то лекарства мы лечимся что мы делаем мы убиваем этих маленьких маленьких животных да и сами вылечиваемся только за счет того что они перестают разрушать наш организм это называется лечение но заболевание почему-то возникло где она возникла она обычно возникает но никак не на физическом теле сначала сначала она происходит вот это само заболевание на энергетическом теле то есть на наших энергетических составляющих а их в теле очень много у нас есть эфирное тело знаете вы или не знаете но она от вашего знания незнания никуда не исчезла она существует а в этом энергетическом эфирном теле есть различные энергетические структуры как как будто органы на физическом теле это энергетические каналы это чакры это вот какие-то там микро чакры да вот наши точки акупунктурные активные точки это вот маленькие микрочакры это дырочки через которые энергия из нашего тела энергии ци из внешнего как бы пространство это может быть прана может быть какие-то другие энергии она поступает вот к нашему телу и происходит энергетический разрыв какое-то нарушение чаще всего это связано с эмоциями как это может показаться странно для связано с эмоциями происходит разрыв вот этого движения от или энергетического канала к вашему органу эмоции различные бывают все же знают такое понятие как грехи знаю такое понятие как вот там нельзя гневаться да там нельзя быть депрессии во всем этом но тем не менее плохие эмоции мы себе жизни допускаем к чему это приводит это приводит вот к тому что происходит нарушение происходит разрыв энергетических каналов и раз не течет правильная энергия ее не хватает в это время от эти мелкие всякие маленькие в одноклеточные там и всякие многоклеточные животные проникает туда куда нам совершенно не нужно проникать и начинает питаться нами вот возникает болезнь значит для того чтобы вот если подойти к принципам целительства то есть целительство это цельность это мое цельное мышление то есть нужно понимать что оно все взаимосвязано наше мышление наше тело наши болезни наше там физическое состояние да вот и если мы понимаем всю эту взаимосвязь то понимаем всю цельность нашего тела тогда мы приходим к целительству то есть не лечить болезнью только вот например там таблетками или даже травками травками тоже мы когда пьем это тоже влияние на нашу биохимию это тоже лечение только лечение травками поэтому самое главное лучше приходить тому чтобы не болеть вообще а не болеть вообще нужно поменять свое мышление то есть нужно поменять свои отношения к окружающим нас людям к окружающей действительности к ситуациям которая происходит у нас научиться не бояться не испытывать чувство вины и долга во первых самому не навязывать другим чувство вины и долга и страх научиться быть в доверии быть любви в состоянии любви и тогда вот когда вы приходите вот в это состояние гармонично а это же касается всех людей это касается прежде всего ваших детей папы мама вот это вот бабушек дедушек то есть то что поближе к вам там близкие друзья вот эти отношения и их гармоничное состояние и негармоничное состояние как раз и является основным нарушением вот вот этой вот целостности которая за собой как за веревочку все ваши болезни через психосоматику вытапкивает то есть вот нужно приходить к состоянию своей гармонии работать со своими эмоциями эмоции у нас часто формируется под воздействием наших внутренних программ которые к сожалению или к счастью начинает формироваться сразу с момента зачатия и нужно просто правильно научиться этими эмоциями управлять этими программами тоже управлять чтобы они вами не управляли ну и приходить вот такому целостному состоянию когда возникает баланс возникает гармонии тогда никакие болезни вам никакие болезни еще раз подчеркиваю именно в этом смысле слова вам будут не страшны и вы будете вот вечно зелеными как вот эти вот растения да вечно здоровыми прекрасными и будет счастье мир любовь в вашей жизни богатство изобилие то есть будут решаться все вопросы опять же тоже целостно то есть комплексно полностью во всех сферах вашей жизни гармонично и всегда только с лучшей стороны поэтому гармонии вам и целостности с вами Елена Алятина и и Продолжение следует...